Вот мука вкусная, да? Вкусная. Этот малыш мог и не выжить. Родился недоношенным. Мама Маргарита, мягко говоря, перенервничала, когда ее мужа обвинили в сбытии наркотиков – кондитерского мака. Меня каждая поняла бы в моем положении, когда постоянные нервы, когда сидишь и ждешь, и думаешь об этом. Просто как бы, ну до сих пор даже, если честно сказать, слезы наворачиваются. В конце 2018 года предприниматель Сергей Серенко ввез из Казахстана продукты на продажу в свой магазин. Среди них был и мак. Несколько лет перевозок, но именно в этот раз таможня изъяла приправу. А Сергея привлекли за контрабанду. Как утверждают наши оперативники, этот пищевой мак запрещен. На ввоз в Российскую Федерацию он содержит наркотические вещества. То есть именно пищевой мак из Республики Казахстан. У предпринимателя изъяли 272 упаковки. Есть протокол, но на экспертизу на наличие наркотического вещества почему-то отправили 275 пачек. Я задаю вопрос, ребят, а откуда взялись? Три пачки. Мне говорят, ну что ты голову греешь? Ну подумаешь, там три пачки. Экспертиза выявила следы маковой соломы, наркотическое вещество. Уже год Сергея и двух его продавцов судят по статье 228 по самой жесткой части. Сбыт группой лиц, главный аргумент обвинения, уведомление, подписанное Сергеем. В котором говорится, казахстанский пищевой мак запрещен в России. Правда, мужчина говорит, что в законе этого нет. Я заявляю ходатайство об исключении вообще из уголовного дела. Ваше ходатайство будет рассмотрено позже. Он также утверждает, что экспертизу, которую показало присутствие маковой соломы, провели не по ГОСТу. Мужчина требует независимое исследование. Но с ним тоже тянут, лишь допрашивают фигурантов. Я не продавала никакие наркотические вещества. Сам мак его никак нельзя применить как наркотическое средство. Абсолютно. Это обыкновенный пищевой мак, который добавляют в кондитерских целях. У Юли в квартире нашли банку с маком. 300 граммов. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. У меня там и сахарная пудра была тоже высыпана. Когда они вот это обнаружили, и, естественно, я сказала, что этой банке уже, я не знаю, если не соврать, лет шесть. У нас были понятые, у меня соседка была. Она была тоже, конечно, в шоке. Она сказала, вы знаете, у меня тоже есть банка дома с маком. Пищевой мак, госнаркоконтроль, искала и у другой продавщицы Дарьи. У меня шоковое состояние. Я дверь-то открываю, потому что я вижу, она уже все, она ходуном просто ходит. Вламываются ко мне человек, наверное, семь в масках. У меня ребенок стоит, нас обоих звездами прижали к стене, перерыли весь дом. Ничего не нашли. Не нашли, но к делу привлекли. Мол, продавала же казахстанский мак. Эксперты уверены, обвиняемые понесут наказание. И, скорее всего, суровое. От 10 до 20 лет лишения свободы. Если другой предприниматель повезет через границу 300 этих упаковок, и там же тоже есть, получается, это маковая солома. То есть любого человека могут привлечь? У любого человека, в действительности. Условно, или как это правильно, это нельзя? Ну, очень-очень-очень мало. А были случаи вообще-таки, когда... Ну, честно говоря, по дату 8 при 1, по четвертой части я ни разу не встречал. Виновны ли наши герои или нет, определит суд. Однако все мы знаем громкие истории жизни и литературы, где речь идет о сфабрикованности дела этой. Нашумевший фильм «Текст», где главному герою подсунули наркотики и дали срок. Поэтому в 2020 году у россиянина невольно складывается ощущение, что статья 228 нужна не для того, чтобы наказать виновного, а для того, чтобы просто выполнить план. А в это время обвиняемые ждут справедливый приговор за кондитерский мак. Разоряются. У Сергея на границе, к слову, изъяли почти миллион рублей. Мужчина закрыл бизнес, остался без средств к существованию. Нам ни топиться, ни завозить его, ни обеспечивать нечем. Мы его просто оставили, бросили, скажем так, и он стоит, разрушается. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком.